Ну, мы как бы, в общем-то, пришли не к панк-року, а, можно сказать, к кроссоверу. Просто в 80-е годы мы там металл слушали, советский. И западный тоже. А потом в 89-м, когда 90-е начинались, все-таки там появлялись новые стили, направления. Больше кроссовер, смесь панка с металлом. Ну, потому что это направление было более прогрессивное, чем металл и панк по отдельности. Больше желания было, чтобы слушать тяжелую музыку с какими-то социальными текстами на русском языке. Первый альбом «Все государства концлагеря» мы записали такой, более-менее цельный. До этого Ленин-Самотык была группа, потом Пурген с 90-го года. Да много всяких приколов-то было. В группе все-таки уже играл, там, я не знаю, человек, наверное, может быть, 35. В то время, реально, можно так сказать, перед нами стоял выбор. Либо идти в милицию, либо в бандиты, либо в панки. Мы, конечно, выбрали в панки. Допустим, я 17 лет прожил в Советском Союзе. Вот. И в Советском Союзе было одно настроение, одна атмосфера. Вот. Я учился на художниках. И, в общем-то, планировал стать художником. Но в конце 80-х, в 88-м, с этой дурацкой перестройкой, которая закончилась трагически для нашей страны, вот, стало понятно, что пришел к власти Горбачев, который ломает все, все рушится, бедность началась, просто адские времена. Мы это поняли, и, в общем-то, у меня половина одноклассников стали бандитами, другая половина милиционерами. Мы поняли, что этот, как бы, ад продлится еще лет 10-20. Ну, и для себя решили, чтобы не возиться в этом говне, а лучше заниматься музыкой. Вот. Тогда нам было бы 16, там, 17-18 лет. И музыка нам нравилась как раз панк-трэш, кроссовер, хардкор. Вот. Мы сделали такую группу. Конечно же, с высмеиванием Горбачева. Потом пришел еще один идиот, Ельцин, который все решил доломать. Вот. Его стебали. При жизни выпустили альбом «Мертвый президент». Ну, панк-рок, в общем-то, он... Такое протестное направление. Вот. Скажем так, сколько раз я замечал, что... Ну, у многих панков позиция, что я буду против, там, назло всем. В общем-то, если большая часть, например, народа какую-то правую сторону берет панки, могут взять левую сторону, как в противовес. Вот. Если там, допустим, большая часть возьмет в левую сторону, панки могут назло как-то повести себя так, спровоцировать, чтобы больше в какую-то там не левую сторону. Вот. Но само по себе панк-направление, если говорить там, допустим, панк-направление классическое, то это, конечно, антифашистское направление левое против режима за свободу. А фашизм — это антисвобода, тоталитарный режим. В общем-то, гитлеровский режим, если так говорить, крайне правые стороны, то все мы видим, чем он закончился. Смертью людей. Панки — это как антибиотики. Если что-то болеет в обществе, то панки начинают это дело как-то высмеивать, показывать такие жесткие меры по излечению каких-то зависимостей общества. За деньги, за власть. Ну, в общем-то, панк на самом деле такое честное, открытое. За правоту взглядов, за правду, ну так скажем так. Чтоб все было правильно, по совести. Но таким как бы путем сарказма, высмеивания, обсирания обывателей, политиков. Да, 90-е годы — это полное говно. На самом деле, сейчас, например, как-то, ну, понятно, что это там судьба, все так распорядилось, как бы, что было, то было, но мне не нравились 90-е годы и сейчас не нравятся. Просто ужасное время, хаос в стране, в стране нету, все развалено. Бандиты какие-то, чернуха, убийства, грабежи. Ну, минусов было гораздо больше, чем плюсов. Единственные были плюсы, что после развала, ну и то это минус. После развала всех предприятий хороших, после всего, развала всего, вот на этом развале, можно сказать, люди просто, ты мог начать все, что хочешь. Любой бизнес, любое дело. И у тебя нет конкурентов, ты как бы все были первые. Из-за этого и появилось столько много новых русских, богатых людей, которые на обломках создали себе целое состояние. Потому что, например, на Западе, там уже этот бизнес, он давно, там уже все распределено. Так же, как сейчас здесь уже. Здесь за эти 20 лет, все уже, как говорится, все сферы поделены. И начинать сейчас какое-то дело довольно-таки тяжело. Вот. А в 90-е, вот это единственный был плюс, что ты мог начать заниматься чем угодно, и ты как бы, если ты будешь этим заниматься, ты как бы получишь дивиденды с этого. А минус все остальное. Сама атмосфера и это говно, на самом деле. Это как вот, ну, примерно в 90-е годы, ну, как сейчас вот на Украине, развал такой. Просто крах, трагедия. У них это во второй раз. Сейчас началась, видишь, полномасштабная, можно так сказать, мировая, третья мировая война, которую все хотят развязать американцам, влечениям. Ужас. Война на Украине. Везде. Развязывание войн, конфликтов. Ну, жуткие времена. Получается так, что в связи с информационной войной, в общем-то, поколение панков с 82-го по 88-й год, хорошие, конечно, ребята, но с измененной психикой. Вот так же, как на Украине там всех заморочили, англосаксы с тем, что там фашизм, там вся эта правая идея, ультраправая государство такое, попытка сделать. Люди верят там. Здесь так же морочили на другую тему, они же. Потому что многие из СМИ как бы были куплены сразу. Здесь как бы такое, что американский образ жизни, пьянство, курение, деньги. Вот это поколение с 82-го по 88-й, с детства им показывали американские мультфильмы. Эти фильмы все американские. Если до 88-го там были более советские люди с определенным взглядом, с совестью, культурой такой, скажем так, то с 82-го по 88-й жестко проамериканское поколение тех же панков. Но вот после 88-го как-то люди очнулись, и вот уже следующее поколение, тем, которым сейчас там по 16 лет, по 20, они немножко как-то по-другому немножко смотрят. И уже ближе вот как раз к советским взглядам таким. Ну, просто я считаю, что в советское время, может быть из-за того, что не было все-таки 70 лет войны, сколько там получается, не 70 лет, 70 лет это революция. Ну, сколько-то лет, 40, наверное, не было, да? 40, да. Ну, плюс все-таки закрытое было пространство, и многие негативные вещи здесь не распространялись. Ну, и все-таки так русская душа настроена была так, так что больше так на добро, вот на такие положительные стороны воспитывали людей, там, как бы не украсть, вот такие простые, помочь близкому там. А потом это стало, что доброта, это слабость. Потом начали так учить, что будь злым, будь агрессивным, иди по головам, отнимай деньги. Такие какие-то прозападные ценности меня, они, конечно, чужды. Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш. Я считаю, что всем странам надо дружить, обмениваться, но стараться черпать друг у друга хорошие вещи, а не говно. Мы за мир на всей земле. Против войны. Ну, панк-рок с семейной бытовой жизнью, в общем-то, он плохо совмещается. Можно сказать, что это несовместимо. Если человек себя полностью отдает, там, тусовке, музыке, панку, я думаю, в основном эти люди одинокие, либо у них есть такие же подружки, просто панкерши. Но это напряги постоянно. Наркотики – это говно. Полное. Разрушение организма и смерть. Алкоголь – то же самое. Фигня. Да, так сказать. Сейчас все наркотики и весь алкоголь – он просто ширпотребный. Такое дерьмо. Там ничего, я не знаю, ни радости, ни счастья, ни открытия космоса, ничего тебе не будет. Просто разрушение и все. И тупой какой-то блячий угар. Это кто? Это ты через 20 лет, если будешь спать, скурить. Допустим, сколько я вот тоже наблюдаю. Ну, это там один, там два пути. Либо ты с этим завязываешь, либо смерть. Я не имею в виду, там, люди там, например, марихуану, там, может, иногда курят, или там вино выпивают. Это как-то, ну, так это типа, по-европейски. Мягко, типа, мягко. А то, что, допустим, в основном-то люди бедные, они там пьют дешевую водку просто. Синьку там, спьем, скажем, там, мега крепким просто, бодяжным. И что они там? Амфетамин нюхают, да гашиш кулят там. Это вообще смертельно опасно. И все вещи, оно, как бы, оно, в общем-то, и настроено. Я считаю, что многие, многие даже это и делается там, как разрушение просто государства. Тут же этот алкоголь, он внедрен, сколько этой палевной водки тохнут от нее люди. Я думаю, партии специально завозятся. Эти амфетаминовые заводы, я не знаю, почему, они никак не прикроют государство. И что, они крышуют, что, сами. Сложно вычислить эти амфетаминовые заводы в Санкт-Петербурге, что-то. У меня же просто химия. Причем партии, я вот сколько уже слышал людей. Они нюхают, нюхают, вроде ничего. Потом раз, они специальную партию делают, те нюхают, у них там, это, сосуды в мозге лопаются. Сердце останавливается у людей. Просто на убийство сделано так. Водка так же, та же самая. Ну, это кто-то сам себя не уважает, не любит. Как бы, хочет умереть быстрее. Вот этим и занимается. В общем-то, это, ну, это, я не знаю, как говно жрать. В общем, то же самое. Ну, там, часто просто, я заметил, в России люди пьют там, когда у них как-то трагично, что ли, там, чтобы усилить эту трагедию. Ну, потом бадуны, в общем-то, все усиливаются. Хер знает, я не любитель этого всего.